Смотрите, клен зеленокрылый. Знали ли вы, что столько кленов? Вот клен Геннала. Другой. Клен Ложно-Зибольдов. Клен Мона. То есть сколько видов, сколько разновидностей листьев клена оказывается есть. А вон сверху клен Манчжурский. Вообще даже не похож на клен. Смотрите, целый стеллаж с шишками. С шишкой все разных размеров и форм. Но что у них общего, это все шишки сосны. То есть разные разновидности сосны, которые живут в разных климатических поясах. Здесь и Греция, и Кавказ, и Америка, и Средиземное море. Видите, сколько разновидностей сосны оказывается существует в природе. Здесь уже другие растения, не сосна. Смотрите, казалось бы, Сахалин, Кулила, Камчатка. А так это далеко и прямо на Дальнем Востоке. Но оказывается, вон сколько разновидностей растений там обитает. А вот, смотрите, забыкновенные крапивы. Айны, те, что обитают на Сахалине, сделали вот такой мужской костюм. Даже есть птички, сойка и кедровка. Те, что распространяют семена. Даже в тундре очень богатая растительность. Сколько разновидностей. Вот такая вот флора. Даже мхи и лишайники имеют много подвидов. У нас здесь очень... А, давайте вам покажу, все равно никого нет. Пойдем? Угу. Такое большое количество лишайников и мхов. Еще на втором этаже, там в растительной Ленинградской области, там представлены как раз эти лишайники. Тоже не в полном объеме, но какая-то часть представлены. Угу, спасибо, посмотрю. Вот такой вот маклопланский растет в тундре. Вот такие кустарники. Это растения-подушки, то есть они стелятся по полу. Мухи. На самом деле, получается, что они не скудные, а довольно разнообразная флора. Вот растения, растущие на болотах. Хлопчатник обыкновенный растет в Средней Азии. С него делают всем нам привычный хлопок. Красивый гребень, очень тонко сделан из шелковицы. Смотрите, как красив сруб бритского ореха. Это у нас кап на пульф. Жузгон, шерстистоногий. А вот здесь, смотрите, растения степей. То есть, вот вроде бы в степях ничего не растет. Ой, простите, пустынь. Вроде бы ничего не растет в пустынях. А вон сколько здесь всего. Пустыня Азии, пустыня Казахстана. А вот здесь вот степные растения. Сейчас я вам покажу. Видите, ковыльно-тепчаковая степь. А вот там разнотравная степь. Такие травы высокие. Они в основном весной растут. В середине июля, конечно, все это выгорает. А вот это, смотрите, карельская береза. Вот карельская береза, она именно выделяется вот такими вот капами. И вот он, березовый кап. Именно в Карелии вот такая береза растет. И пытались долго понять, что и как, и почему. Это обычная зараженная береза. Почему-то именно там она такая. Пробовали лечить, не помогает. Пробовали другую березу. Ну, там в других широтах заражать, тоже не помогает. То есть, вот это особенность карельской березы. Смотрите, а вот какое крутое ожерелье из цветов эвкалипта. Классно, да, смотрится? Смотрите, вот это у нас рожковое дерево. Живет в Средиземноморье. А вот его семена рожкового дерева. Они имеют постоянную массу 0,2 грамма. И использовались как мера веса карат. Именно отсюда пошло определение ювелирных камней, да. То есть, бриллианты и так далее. Изначально измерялись семенами вот этого дерева. А вот у нас чайное дерево. Вот чай китайский. Мало кто знает, что тут чай, который в Китае собирают. На самом деле дерево. Но на плантациях ему не дают вырасти. То есть, его обрезают, чтобы он был кустарником. Ну, высотой из кустарника. И как раз от степени зрелости листьев зависит сорт чая. Смотрите, какая потрясающая ваза из стебля бамбука. Просто нереальная. А вот, смотрите, пробковый дуб. Обувь из него делали, еще что-то. Пробки, наверное, из него же делают. Вон, смотрите, как пустой. Как гипрок, прям мягкий. Как вы думаете, почему пенопио называется именно так? Назвали именно так. Потому что он сделан вот из этого сорта сосны. Пиния. Сосна итальянская. Кстати, самое большое количество видов сосны растет в Америке, а не в Сибири. Как многие думали. Вот это самое тяжелое дерево. Две браха красные. Оно прям вот так вот наклоняешь, чувствуется, что оно очень тяжелое. Вот представлены растения душители, которые вот так вот обвивают своего соседа. И красава эту снимок купалась.